Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы с вами будем учиться писать буквы русского алфавита в широкую линейку. Когда переходят дети начальной школы с узкой линейки в широкую линейку, всегда портится почерк. И чтобы этого не произошло, давайте с вами будем тренироваться. Когда вы получили тетрадь в широкую линейку, самое главное, что нужно запомнить, что самое первое слово или самая первая буква пишется на самой верхней строчке. То есть вот эта строчка уже считается рабочей. Итак, давайте мы с вами вспомним буквы русского алфавита и поучимся их писать. Заглавная буква А. Пишется вверх, вниз и петелька. Строчная буква А. Делаем закругление вниз, вверх, прямая палочка с закруглением вправо. Я не буду на всей строчке здесь писать. Я сразу буду писать на этой строчке, чтобы показать, как строчная буква будет выглядеть в этой рабочей строке. Итак, давайте еще раз. Значит, буква А заглавная. Она пишется вверх, практически до самой верхней линии, но не касается ее. Вниз прямая палочка и петелька. Строчная буква А пишется примерно до середины. Закругляем вверх, вниз, палочка с закруглением внизу. Далее буква Б. Опять писать начинаем чуть ниже верхней линии рабочей строки. Вниз. Петелька. Делаем закругление. И сверху палочка с закруглением тоже не касается верхней линии строки. Б. Маленькая буква Б строчная. Делаем закругление вверх. И не касаясь верхней линии строки пишем букву. Следующая буква. Буква В. Точно так же. Строчная буква В. Вверх. Петелька. Вниз. И сделали закругление. Строчные буквы по высоте примерно пол рабочей строчки. Заглавная буква выходит выше, но не касается линии строки. Следующая буква русского алфавита. Буква Г. Палочка с закруглением влево. И прямая палочка с закруглением внизу. Г. Маленькая буква Г. Далее. Следующая буква. Буква Д. Вниз. Петелька. Коснулись. Коснулись. Коснулись линии вверх. Как будто обняли. И завернули сюда. Строчная буква Д. Пишем как букву О. Овал. Вверх. Вывели немножко палочку. Вниз. И примерно до середины. И петелька. Следующая буква. Буква Е. Е. И маленькая буква Е. Буква Ё. И строчная буква Ё. Следующая буква. Буква Ж. Вниз. Делали закругление. По написанному. Вверх. Прямая палочка. Вниз. Вверх. Закруглили. Вниз. И закруглили. Строчная буква Ж. Вверх. Вниз. Вверх. И закруглили. Следующая буква. Буква З. На новой строчке напишем. И опять. Значит. Не касаемся верхней линии строки. То есть. У нас расстояние между буквами должно быть обязательно. Строчная буква З. Вниз. И петелька. Ушла вниз. До середины рабочей. Следующей строки. Следующая буква. Буква И. И маленькая строчная. И краткая. Я. И маленькая. Так же как буква И. Только с веревочкой провисшей вверху. Буква К. Вниз. Петелька. Вверх. Немножко вверх. Закруглили. Вниз. Закруглили. Вправо. Строчная буква К. Буква Л. И вот там, где у вас встречается, что нужно писать буквы, вы немножко отступайте, чтобы буква на букве не писалась. И маленькая буква Л. Дальше Эмма. И маленькая буква Эмма. Энна. Вверх. Петелька. Вниз. Опять вверх. Петелька. И вниз закругляем. И строчная буква Энна. Заглавная буква О. О. И маленькая буква О. Буква П. И маленькая буква П. Стараемся писать, чтобы все буквы были одинакового роста, одинаковой величины. Следующая буква. Буква Р. Вниз. Петелька. И как будто облачко вокруг палочки. Вниз. Петелька. До середины следующей рабочей строки. По написанному вниз. Делаем закругление. Вверх. Вниз. И закруглили. Буква Р. Следующая буква. Буква С. Закруглили. Закруглили. Т. Прямая палочка с закруглением влево. Просто прямая палочка. Прямая палочка с закруглением вправо. И вверху палочка с закруглением Т. Маленькая строчная буква Т. И вот смотрите. Строчная буква У. Петелька у меня идет в следующую рабочую строку до середины У. Буква Ф. Вверх. Вниз. По написанному вверх. И второй овал Ф. Маленькая буква Ф. И палочка вот это до середины рабочей строки нижней. Ф. Буква Х. Можно оторвать руку от тетради. А можно написать слитно, без отрыва. Тогда нужно обвести по этой букве. Буква Х. Буква С. Вниз. Вверх. Вниз. И маленькая петелька не до середины, а чуть ниже рабочей строчки. Строчная буква С. Буква Ч. Очень похоже на букву У. У буквы Ч. Палочка с закруглением вправо. А у буквы У с закруглением влево. Вот, видите. Далее. Строчная буква Ч. Ч. Буква Ш. Вверх. Вниз. И закруглили. И маленькая буква Ш. Молодцы. Следующая буква. Буква Щ. Так же, как у буквы С. У нее маленькая петелька. Чуть ниже рабочей строчки. И строчная буква. Твердый знак. Буква И. Если нужно писать заглавную букву У, то пишем ее так же. Да, бывает, что есть у нас встречаются города на букву И заглавную. Мягкий знак. Буква Э. Буква Ё. Движение руки вниз. И строчная буква Ё. И буква Я. Я. Вот мы с вами написали весь алфавит русских букв, русский алфавит по порядку. Алфавит это расположение букв по порядку. Давайте назовем все буквы по порядку и запомним их. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Твердый знак, И. Мягкий знак, Э, Ю, Я. Буквы по порядку называются алфавитом. Всего в русском языке 33 буквы. 10 букв гласных. 21 буква согласная. Твердый знак и мягкий знак. Гласные и согласные они образуют звуки. Твердый знак и мягкий знак в звуке не образуют. У них есть другая функция в русском языке. Хорошо. А сейчас давайте немножко попишем под диктовку. Я вам буду диктовать буквы, а вы их должны на строчке записывать. Пишем. Заглавная буква А. Заглавная буква Г. Заглавная буква Д. Строчная буква С. Строчная буква Т. Заглавная буква К. Строчная буква К. Молодцы. Теперь на новой строчке напишем. Заглавная буква В. Строчная буква О. Прочитайте, что получилось. ВО БЛАГО. Поставим восклицательный знак. На этом наше занятие по написанию букв русского алфавита закончилось. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. Пишите мне комментарии. Поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередной ролик. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Пользуйтесь во благо. Редактор субтитров А.